Яковлевич, здравствуйте. Яковлевич, скажи, пожалуйста, какая реакция на беседу Путина с Нетаньяху? Потому что сначала западные СМИ говорили, что никакого разговора не будет, но разговор состоялся. Правда, информации о том, о чем говорили, не очень много, но было сказано, что наш президент выразил слова соболезнования еврейскому народу по страшной трагедии 7 октября. Кроме всех тем, которые обсуждались. Президент России выразил и свое соболезнование, что сказал все правильные слова. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Потом основная тема беседы была обмена мнениями по тому, что происходит. Насколько у нас написано, что сообщено, что президент России призывал к гипломатическому решению проблемы и предложил свои услуги. То, что написано, Натальяу ответил, что решение будет после и в результате наземной операции израильской армии. Ну, что очевидно, к этому все идет, и вряд ли сейчас политическая ситуация в Израиле такова, что можно отказаться от наземной операции. То есть, каждый сделал то, что обязывали это положение, дипломатическое службу, дипломатические отношения в этом положении. Один выразил свою точку зрения совершенно, которую Россия придерживается. Наш премьер-министр на основе всего сказал, что все это хорошо, но мы будем решать эту проблему сами и так, как мы уверены. — Скажи мне, пожалуйста, вот какое сейчас состояние, к чему все идет? Есть ли понимание, когда и как будет организована операция? Тем более, что очень странно прозвучала фраза Байдена, что он против оккупации всего сектора газа, что он прилетает. То есть, ясно, когда он летит, ничего не будет. И плюс, что он выделяет 2000 бойцов. Как я понимаю, он хочет себе под избирательный цикл поставить галочку, что 2000 американских спецназовцев освободили американских заложников, которые удерживают террористы Хамаса. — Ну, заявление Байдена совершенно ясно. Они имеют только чисто пропагандистское значение. Практические заявления о том, что 2000 морских механизмов и спецподразделений будут находиться в нашем районе, ну пусть находятся, но это не на случай нашей операции в Газе. Никого там не боят, кроме нашей армии. И как их, кого мы освободим, это уже другой вопрос. А то, что американские вооруженные силы, в словом, в данном случае, усиливают свою концентрацию, это для того, чтобы предостеречь прежде всего Иран и подвластную ему Хизбалу, чтобы они ничего не делали. И вчера были уже заявления совершенно однозначные иранского руководства, что Иран не предпримет никаких военных действий, если он не будет атакован Израилем. То же самое сказала Хизбалу. Мы атаковывать не Иран, не Хизбалу не собираемся. Понятно, ни в каком смысле. Но если будут какие-то действия со стороны Ирана или со стороны Израиля, как они пытались угрожать последние недели, ну, у нас не останется выходе. Ну, вряд ли будут развиваться такие события на севере. Но демонстрация силы, она имеет всегда двойное значение, особенно в Соединенных Штатах, особенно в этот момент. С одной стороны, это чисто военное значение, то есть, чтобы не схотелось к военному конфликту. А второе, это внутрополитическое. У Байдена нет больших успехов в последнее время. И если, как вероятно, будет успех тот или другой израильской армии в борьбе с Хамасом, он, понятно, хочет и на этом построить, усилить свой авторитет среди Соединенных Штатов и среди своих союзников. Это их дело. Мы решаем наши проблемы совершенно исходя из наших интересов. Исходя из интересов государства Израиля.